Матрицу рассказать. Дайте мне алкоголь. Это кола. Че ты мне пи**ишь-то? Это кола? Это вискарь. Да, я угадаю. Давай я оставлю, мы поменяемся. Вот, вот так вот. Вот так хорошо. Нет, это кока-кола. Нет, Жек, там просто кока-кола. Так давайте сюда нальем и все. Вискаря будет столько же, а кола будет сколько нужно. Вот, готово. И вот сюда налейте вискаря в остатке. Столько же, чтобы было два. Нужно проверить реален ли тот мир, в котором существую я. Секундочку. Блин, я в Матрице. Это очень вкусно. Давайте не убедить. А где он вообще? Вообще фильм Матрица это последнее творение тех пацанов, которых называли братья Вачовски. Я все время говорю, что каждый мой фильм любимый, но это реально мой любимый фильм. Потому что хватит, блять, сосредоточиться на своем сознании. Потому что кроме этого сознания есть еще что-то другое. По крайней мере, это единственное оправдание моей жизни. Фильм начинается с того, что мистер Андерсон, он работает днем обычным программистом. Он исправлял ошибки того, что позже назовут Майкрософт. Он сделал так, чтобы Трамп стал президентом. Он очень хороший хакер. У импровизационного шоу, которое вы сейчас наблюдаете, есть огромное количество минусов. Организаторы, которые мы называем парни пробуют, приклеили этот стакан, блять. И поэтому я только могу выпить этот стакан, только наклонив стол, блять. Просыпается и видит на экране монитора халлоу. Он такой типа, блять, ну халлоу. Че делаешь? Только проснулся. Есть тысяча рублей? Ну да, а че? Он говорит, блять, скинь пожалуйста, у меня мама больная. Понял, наеб. И когда ему написали следу за белым кроликом, он вообще ухудел. К нему в квартиру приходит, короче, там парочка сомнительная. Мистер Андерсон следует за какую-то ш**ку, которая на тро... На-та-ту-ту-ту-еру. Блять, на-та-ту-ту-ту-ту. Сейчас, очень сложное слово. На-та-ту-ту-ту. У нее на лопатке на-та-ту-ту-ту. Вы, суки, охуели, вы специально выбрали этот фильм. Ну, одно дело, типа, как бы там ершиком пытаться исправить то, что произошло. Либо двигаться за белым кроликом на тусовку, где его ждет некая Тринити. У этой сукиного парки на-та-ту-ту-ту-ту. Татуировка белого кролика. Его туда привел телефонный звонок. Будем откровенны. Некоторые это называют, как бы, вмешательством коллекторского агентства в нашу жизнь. И он, короче, идет с ней в какой-то ночной клуб. И там его встречает баба в латексе. В кожаном плаще в пол, ну, в принципе, не должны были бы пустить. И говорит, привет, я Тринити. И нам надо с тобой встретиться с большим негром в очках. Я просто думаю, вот если мне бы так сказали, с одной стороны, интересно, с другой стороны, зачем? Ему всегда предлагали куда-то идти. Ему предлагала идти Тринити, женщина, таблетка. Я не понимаю, почему вот в этот фильм не внедрили рекламу фильма «Фирма Рибок». Очень большой момент хождения. Ну, он, короче, в пасы говорит, блядь, нет, Кокаин не может, ебитесь, блядь, из клуба ушел. Черт, она даже проспала. Он сидит, работает утром на работе своей. И видит, что у него разрывается мобильный телефон. Ты хочешь жить? Ну, он говорит, да. И тут приходит ФБР. Извините, а где работает Томас Андерсон? Это агента СМИ. Это тоже чувак, что играл эльфа в «Вывастильный колец». Только уже не такой добренький. ФБР добрашивает мистера Андерсона. Типа, с*** ли что ли, как ли, куда ли. У мистера Андерсона заросло рот. И ему в пупок, как это бывает, насильно запихивают жука. Прямо в пупок. Андрей, в конце концов. Жук в пупок... Ну, да, да, окей, ты, блядь, так говоришь легко. Вот у тебя жук в пупке. Как ты встретишь Морфеуса? Мистер Андерсон пошел к терапевту. Потому что, блядь, ты не знаешь, как лечить жука в пупке. Терапевт уже тебя направит. Если вам интересны и другие, как бы, способы народного лечения, подписывайтесь на канал Авадо Кедавры. И не верю, что вы проживаете очень долго. Ну, если вам просто хочется посмеяться, то... Ну, они так говорят. Подписывайтесь. Я с этим не платил ничего. Многие моменты в моей жизни, которые разделяли мою жизнь до и после, начинали сразу, типа, Лех, без обид лучше сядь. Потому что, если я тебя ебну, ты упадешь больнее. Нео просто просыпается прикованным в кресле перед толстым негром. И Морфеус говорит ему, типа, Нео, у меня есть таблетки. Он говорит, ну, я, в принципе, из-за этого и приехал. В синей таблетке, типа, ты вернешься в обратный мир, в красной таблетке будет хуй знает что. Как и большинство из нас, мы бы выбрали неизвестность, чем оставаться здесь. И, в общем, короче, он выбирает таблетку, которая ему просто, ну, типа, менее скучная. Он проснулся и, типа, он вот... Никогда нигде лег в движении. Он съел красную таблетку и очутился в прекрасном, охуенном, свободном от налогов, там разрешен телеграм, в мире, где машины проработили человечество. Я думаю, это будет смешно. Понимает, что вот она реальность, все, что было до этого. Минеты от Оксаны, любовь к учительнице Изо, страсть к чипсам с крабом. Это все было наебом. Но в этот момент начинают выстреливать механизмы, такое ощущение, что спереди снимали, типа, матрицу, а сзади снимали нападение на Вьетнам. Потому что, типа, вот он спереди счастлив, а сзади его выстреливают вот эти шланги. Что это за... Здесь очень нужно сделать важную остановку. Путешествуют на каком-то небольшом летательном корабле, который называется Навуходоносор. Они все, типа, отрезают мешочки с песком, чтобы лететь как можно выше на воздушном шаре. Когда он проснулся, ему сразу предложили научить драться. Вот вы прикиньте, когда вы отключаетесь, как бы, после шашлыков, и половина тела заснула в палатке, половина на улице. И у вас очень сильно обгорели ноги, и когда вы просыпаетесь, типа, вы спрашиваете, что за ху**, и вам говорят, пойдем, я тебя научу кунг-фу. Нео победил и сказал, я готов. Нео, он, ну, начинает чуть глубже, короче, относиться ко всей этой ху**. Нео говорил, я неизбранный, он говорит, блядь, ты за ху**, давай проверим, пойдем к Пифи. И сидит в очереди, блядь, с двухмесячным каким-то младенцем. Двухмесячным младенцем, который выглядит как шестилетний ребенок. Когда Нео чуть-чуть очухивался, ему впихнули Пифью. И он такой говорит, блядь, вупи, ты тоже тут, блядь. Пифи, это предсказательница, она знает вообще все. И он, короче, такой садится и думает, что спросить. Ну, как бы он дал б**, конечно, он задал три вопроса. Викинг отрежет мне руку в дуэли? Она говорит, нет. В H&M футболка белая станет дешевле 1500? Она говорит, нет. Он думает, блядь, у меня только один вопрос остался. Мать, скажи, я избранный? Она говорит, ты сам должен понять для себя, избранный ты, не избранный. А, погодите, а когда на Пифию, в диалоге с Пифией нападает миллиард этих смитов? Да все уже, проебал. Иди на х**. Это не первая часть, да? Ты плохо сделал все. Нео, Морфеус, Тринити и еще неизвестные чуваки отправились, б**, на партизанскую войну. Начинается полный, б**, пи**ец. Морфеус оказался в плюну. И Нео, и Тринити решили спасти. Все, что есть в мире, это программный код. Почему они себе не на программе любили, б**, сука, танк, я не понимаю. Они на программе себе просто пистолеты. И они уничтожили все, спасли Морфеуса. Бегут из матрицы, все прыгают в телефонную трубку. Тринити, шмыг в телефонную трубку. Даже жирный негр поместился в телефонную трубку. А Нео бежит и всё, она разлетается на куски. Начинается самая главная сцена. Она во всем мировом кинематографе входит в топ 6000 ох***ных сцен. Кто-то стреляет в Нео, а Нео такой типо... Пусти пулю, пусти пулю. Первая драка мистера Андерсена началась с того, что типа, ну, нихуя ты хракнул типа на мою брючину. И Нео говорит, давай ху**ть. И этот агент Смитовый, да б**ть, без пи**ки. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Он, короче, выстрелил в нем всю обойму. И он, по-моему, что он сделал? А. Умер, умер он. Что он сделал? А, он умер? А. Когда Нео начал умирать, Триняйте к нему подошла как бы с весьма робким, осторожным предложением анального секса. Нео, я больше не боюсь. Он, короче, эти пули из себя вот обратно выпукнул. Выебал. Выпукнул. Выпукнул. Он эти пули, серьезно, выпукнул. Ну, скажи уж так. И он обратно из своего тела эти пули просто взял и выпукнул в человека. На роль Нео претендовало очень много людей. Среди них был и Мишка Ефремов, и я. Но, типа, взяли именно Киану Ривза, потому что он мог остановить пули. Он убивает, б***ь, этого агента Смита и говорит, я спасу человечество. Поднимает кулак вверх и влетает в небо. Типа того. Дорогие подписчики, то, что происходит вокруг нас, мы же можем назвать мир. И этот мир нам дает те самые возможности, которые ни к чему не приведут. Буквально через 15 секунд я вам советую встретиться в чате о Си Кью и послушать зажигательную песню Ивана, мать его дурна. Короче, б***ь, если ты, сука, б***ь, не за агентов Смит, если ты, сука, не за машины, а если ты, сука, за человечество, поставь лайк и напиши в комментарии. Парни, б***ь, мы с вами. Нажми на колокольчик и подержи нас как-нибудь. Не будь, б***ь, сука, машиной.